полдень шато ду дуя город франция сегодня уже конец октября 20 какой-то 27 что ли очень красивое место вообще красивый очень город я честно говоря не очень планировал сегодня снимать ничего у меня такой короткий пробег посмотреть немножко францию мою любимую и поехать бассейн поплавать бассейну два часа начинается и поэтому этот порядка 40 километров 40 50 км где-то кружок я запланировал но заехал в ду красивый очень вот этот вот шпиль красивая башня это музей этого города оказывается в этот город приезжал людовик 14 что-то он тут делал может быть даже жил в этом вот великолепном поместье и в общем то чем-то этот ду знаменит надо может быть даже посчитать принял что-нибудь так ну да это зданица было воздействие но 13 веке но и там потом модернизировалась чуть позже в общем очень интересный прикольный город красивый старинный брусчатка покажу что вот неинтересно по ней ездить плохо но я поеду сейчас дальше посмотрю что будет прикольненького обязательно покажу но пока такой взгляд на эту башню обалденная класса блин проклятая брусчатка едем дальше а вот собственно говоря и цель моей сегодняшней поездки сюда в этот город дуо связи с тем что мне было абсолютно все равно куда ехать и по какой причине я выбрал первую попавшуюся достопримечательность которую мне предложил google придумал поедут к этим воротам и так же google рассказал мне о том что эти ворота часть древних укреплений города дую и 1667 году именно через эти ворота сюда заезжал король людовик 14 солнцерики и что раньше в этом доме жила пожарная команда но с тех пор минуло очень много лет пожарным дали другой кабинет и место а ворота вот эти с тех пор особо не реставрируются так только сверху снаружи чуть-чуть раньше можно было попасть внутрь но сейчас этого тоже сделать невозможно по какой-то непонятной причине но и ворота во первых находится так вот на кольце вокруг него положена кольцевая дорога развязка кольцевая точнее и соответственно попасть туда не очень камильфо хотя конечно было бы интересно побродить там полазить но к сожалению не дано вот как выглядит центр города отсюда вот тут шпиль большой и здесь тоже кстати интересная церковь таким шпилем высоким нотр-дам англиканская церковь что-ли что-то я не понял что она тут делает ну короче не суть важна суть в том что ее реставрируют там почти 3 миллиона евро выделили для того чтобы отреставрировать эту церковь и вот сейчас этим собственно говоря занимается но очевидно что воскресенье тут никого нет все закрыто вся европа воскресенье отдыхает кстати кроме голландцев у них магазин работают а в испании а в франции германии все закрыто но мне магазин особо не надо я катаюсь наслаждаюсь хорошим осенним днем и замечательной французской архитектурой мне очень нравится идем дальше симпатичнейшая центральная площадь с квадратными деревьями украшенными звездочками а ничего не видно подъехать поближе вот так вот деревья лучше видны прикольно класс и вот этот собор шпиль собора он там конец октября работают фонтаны но для франции нормально за бортом порядка плюс 15 наверно 16 все балденно самая классная погода для езды на велосипеде и маска разминается тут такая чугунная я поеду еще покатаюсь по старому городу посмотрю что-нибудь еще интересненького он туда там какой-то вот купол поедут туда купол как выясняется принадлежит вот такому вот красивейшему собору отсюда купол не очень виден все плотненько как обычно во франции все застроено очень плотно поэтому трудно что-то увидеть надо искать место короче лучший вид я пытался сумничать как обычно ничего не вышло вот как выглядит этот собор надо конечно же зайти внутрь посмотреть что там такого интересно но вообще походу там достаточно людненько я попытаюсь еще другой стороны заехать как они такие вот такая великолепное сооружение тут комплекс целых сооружений вот такие же тут ага вот так вот купол виден вот так вот это все лучше видно интересно вообще место вот так вот этот собор выглядит изнутри очень светлый красивый яркий людный тут проходит как и сбор каких-то скаутов бой скаутов еще кого-то какой невероятно обалденный орган просто просто обалдеть какой красавец что-то меня камера с ума сходит не может определить светом определиться сверху ярко снизу так темновато все прикольные скамейки тут такие они как бы на две стороны можно взять спинку перекинуть и смотреть там сторону органа а потом перекинуть и смотреть сторону алтаря прикольная штука вообще место конечно интересная красивая я таких соборов не часто встречал надо почитать про него что-то вообще какой-то такой город но что-то прям прям какая-то историческая жимчужина такая прям блин много тут всего интересного надо почитать что-то про него да и понять бы что тут происходит что тут пацаны в форме бегают девчонки ну ладно буду пытаться выяснить что-нибудь еще одно интересное сооружение точнее его остатки как это пишет гугл башня дам или дамы или дам что-то тип того даже залезть в википедию почитал по поводу замечательного города дуа как был нидерландский фламандский средний века этот город процветал как производитель текстиля это был такой но процветающий город огражденного такой стеной с такими башнями и естественно соседи не могли оставить в покое такой великолепный город и французы в итоге отжали его он тех кому брендовал раньше в итоге он вот вошел состав франции 18 веке окончательно несколько воин за этот город потом в этом регионе а вот еще кстати там она еще башенька стоит оставшиеся руина с подъеха победу нет ни что там вообще даже тропинки нету такая затерявшиеся прям в кустах скромненько такая ставите по этот не при делах не меня тоже часть истории ну то есть было тут полностью ухты были там какие-то короче подо мной по тропинкам нам не ездится да тоже прикольная башенька старенькая почему я говорил о тому что потом этом регионе нашли каменный уголь и это стал ведущий промышленный центр тут много шахт в округе которые тут неоднократно посещал и до середины двадцатого века тут прям процветала добыча угля было несколько стали плавильных стали литейных заводов доменных печей коксовых батарей ну в общем то все было по-взрослому но после наверное 70-х годов 60-х годах все это стало закрываться постепенно регион стал таким депрессивным но тем не менее сейчас тут красиво и симпатично красиво и сердца плавают уточки радость солнышко хорошая погода все жизни меняется иногда даже к лучшему правильные утки не со мной согласны крак какой-то в ответ не что-то но я в общем то тоже с весьма хорошим настроением когда их смотрю зерца впитываю мне нравится такие путешествия ни чему не обязывающие просто ехать куда видишь что-то видеть что-то почитать посмотреть и получить это это удовольствие это очень прикольно рекомендую ехать туда не знаю куда и узнать то о чем раньше не знали очень познавательное и забавное занятие а кстати бойницы насквозь видны там вот там крест бойница прям они насквозь просвечиваются но внутрь сейчас туда не попасть и в этом есть некоторая обидность ладно едем дальше вот такая интересная архитектурка она характерна для севера франции таких вот рабочих промышленных регионов бельгия часть нидерландов тут много таких домиков и вот видно чтобы судя по крышам видно как это много разных домишек вот все домики размером они вот два окна кроме от этого вот один домик 3 окна а все остальные домики в два окна и вот эти ступеньки на крыше к предотделяет один дом от другого а вот там крайний домик этот вот такой с куполом он вообще в одиночной и вот такие домики такой архитектуры вплотную застройкой друг другу вот построено множество множество кварталов частности вот напротив здесь весь вот промышленный север застроен вот такими небольшими домишками это канал с труднопроизносимым французским именем который даже не буду называть а впереди спереди два работающих шлюза уходит он туда но мой путь лежит куда-то вот сюда вдоль канала вдоль таких по прежнему таких же домишек они были построены в эпоху именно такой промышленной революции как раз для рудокопов для сталеваров такие характерная особенность этих регионов именно такие кварталы такие домов сейчас конечно многие из них снесены и заменены более современными постройками но тем не менее многие эксплуатируются что с ними будет построены из камня не способны стоять многие многие годы надо было переключить передачи а вот что-то я на мелочи на какой-то езжу осень же интенсивно падает листва но по температуре еще не совсем холодно как я уже говорил это хорошо вот более современная района такая вот типовая но вполне себе прикольная архитектура солнце низкое светит в камеру и за свечью ничего не видно иногда так как мне очень хорошо ничего не поделаешь вот эти шлюзов которых я говорил ну а я тут нашел еще одни ворота еду еще одним воротом доеду покажу куда я приехал что я имел ввиду и вот центр города я говорил тоже застроен такими каменными домами достаточно много у них белого цвета такие вот кажется кирпичи красная раствор между ними такой светленький получается такой интересный эффект белокрасные домики вполне себе прикольно и вот еще у меня одна мечта есть конечно вряд ли когда-нибудь исполнится но тем не менее побегать по французским крышам я помню старые французские фильмы в которых все предлагалось убежать по крышам я никак не мог себе представить живя в своей хрущевке там гомель и думаю как это блин по каким крышам они собираются уходить там с дома на дом не перепрыгнешь а здесь вот можно вылезть на одну крышу и гулять там по целому кварталу даже по нескольким потому что в некоторых местах квартал друг от друга отделяют там метровые проезды или прохода и вот бродить по этим крышам вообще было бы конечно очень прикольно но это уже вряд ли но тем не менее а вдруг а вдруг я продолжаю ехать дальше и рассказывать о том что вижу как чуча о чем вижу то поем а вот и последнее из сегодня много посещаемых и сохранившийся ворот в этом славном городе они расположены вот от башни дам где я был на расстоянии больше двух километров то есть это если представить что это все была единая конструкция единое ограждение то этот город был очень большой с учетом того что здесь построено будет в 13 14 веке это огромный город был по тем временам это серьезное сооружение здесь в этих воротах даже сохранился механизм подъемных ворот остатки рва вокруг башень сохранились в общем очень прикольно там даже какие-то лягушки на ракусь вот тут дальше стена продолжалась ну в общем то очень и очень и очень интересный город такой весь весь из себя кирпичный не велосипедный высокие очень бордюры не заехать брусчатка блин да ну я нафиг ладно пойду пойду ногами опять солнце низко светит слепит надо было заходить с другой стороны ну ладно не суть важно я город покидаю поэтому в общем то символично выходить из ворота да интересно вообще соприкасаться с такой историей смотреть на такого рода сооружение представлять как жили люди сотни и сотни лет назад создавая такие великолепные вещи да конечно жизнь была непростая ты у нас тоже не сильно проще на самом деле просто велосипеды появились машинами а так все то же самое так что такие вот дела через час открывается бассейн и я покатил в ту сторону так что как то так такой у меня получился как обычно сумбурно странный репортаж но что есть то есть всем пока но вот мимо этой зарисовочки я не мог пройти вот такой вот красивое судно сейчас пустое баржа самоходная до баржа сейчас не загруженная идет по каналу тут стоят несколько сухогрузов пустые ну или заполненные бог его знает мне судя по осадке не как раз таки заполненные видно люди приехали тут домой отдыхают и вообще как бы эта система каналов в европе эксплуатируется очень интенсивно тоже прикольно получается баржа двигается вверх вниз от относительно вот этого судна то есть вот эта штука его пристыкована с двигателем там с ходовой рубкой а баржа когда загрузит она там по направляющим опустится относительно судно вниз и будет как бы значительно ниже а нет это вообще получается это самоходная баржа а это буксир просто он толкает ее это такой специальный буксирчик вот это вот теперь я понял что это такое но баржа видимо приходит сюда на окончательную стыковку потому что в ней ни окон и дверей она пустая и зачастую в то есть таких барж потом делают и либо жилые помещения либо какие-то рестораны кабачки а вот по поводу каналов вот такие вот живописнейшие места тут до этого канала проложена как раз таки дорога по которой я сейчас телепаю и ну вообще просто потрясающий день я в восторге я сначала подумал что это пристань заброшенных судов а потом присмотрелся нет они далеко не все заброшенное вот частности вот на этом судне которая сейчас направлена камера там буйная продвигается жизнь там люди что-то делают что-то передвигается но вид не у всех прям такой эстетический бодренький но тем не менее сюда вот эти плавают по каналам ходят ходят плавают листья арбузной корки и другие вещи а сюда все-таки ходят некоторые из них вам продаются висят таблички это такое это все-таки флот уже устаревшие такие круглобокие круглощеки небольшие суда потому что более современная сухогруза выглядит вот таким вот образом как вот стоят два судна пришвартованных они даже наверно не влазят в эту гавань потому что они намного длин длинше чем там есть место вот уже более современное судно который возят что-то возят наверное где-то еще тут уголек добывают либо что металл возит наверно потому что тут есть несколько металлургических заводов короче что-то восят не буду я утверждать что вот такие вот дела я надеюсь я когда-нибудь закончу этот репортаж столько интересного хочется показать что кстати по поводу того что тут есть вон там прямо находится скорее всего одно из тех промышленных предприятий которые грузятся эти судна которые грузятся а и тут недалеко валансиен там металлургический комбинат и вот это тоже какое-то промышленное предприятие с портовой инфраструктурой вот ну ладно не суть важно важно то что хороший день хорошая прогулка интересная франция и и все хорошо пока пока живы и здоровы и слава богу всем пока ну и в качестве завершающего аккорда покажу парковку на которой сейчас нахожусь большой французский платный паркинг оплачивается он аппаратом во франции дороги для грузовиков оплачиваются с помощью аппарата специального эти же паркинги тоже оплачиваются аппаратом набили в него грузовиков конечно французы сверх всякой нормы и меры вот и там кстати вон барана пасутся вот я честно говоря сначала думал у меня глюки я такой не понял утром проснулся вышел из машины вот там потом уже зайду покажу короче я такой думаю да ну нахер что-то я еще не проснулся какие-то черти бегают а это как оказывается бараны а потом я сегодня когда изучал википедию знал что это фландрийская область была в общем-то связана очень сильно с ткацким с ткацким промыслом и разведение баранов наверное здесь в качестве разведения котов и собак практикуется ну я так предполагаю так что вот такая вот в прикольная штука окончательно всем пока вот они мои утренние глюки пять бранов бродят по парковке грузовиков как будто так и должно быть честно говоря я в шоке так все все наконец-то все слава богу я закончил все 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 теперь точно все